Поддержите парней! Если бы я вкладывался, я думаю, он бы потерял сознание. Он даже сознание не потерял. Друзья, чем вы недовольны? Я желаю, что после чего вы не знаете. Наоборот, надо земляка поддержать! И перед началом этого видео хочется рассказать о наших партнерах из Алимбет. Лучшие линии на UFC, Беллатр, ACA, Найза и другие спортивные мероприятия. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии под этим видео. Смотрите все условия и помните о бонусах и крутых акциях для новых пользователей. Алимбет. Для тех, кому всегда мало. Друзья, всем привет! В этом видео я хочу поделиться с вами частью своих впечатлений о прошедшем стадионном турнире Хардкор в Алматы. Говорить будем о формате Минутка. Если кто с ним не знаком, то это минутный раунд по боксу между участниками и гостями проекта Хардкор, которые хотят выяснить свои отношения не словами. Возможно, вы о нем слышали после того, как дацик второй раз за месяц рубанул Александра Емельяненко. Ну, либо просто смотрите пресс-конференции Хардкора. В этот раз, так как турнир был стадионным, гостями стали все, кто пришел на Алматы арены. А народу, я вам скажу, было очень много. Арена в такой конфигурации вмещает порядка 8 тысяч человек. И, судя по моей визуальной оценке, заполнена она была больше, чем на 90% в главным боям. Изначальной идеей было с помощью лотереи выбрать зрителя, который подерется с одной из звезд проекта, находившихся в клетке. Но, возможно, по ошибке туда поднялся профессиональный боксер Виктор Катачигов. По информации с сайта BoxRec, его профрепорт 14.2. Но потом он был заменен на другого человека, лицо которого мне тоже казалось очень знакомым. Но с ним мы поговорим чуть позже. В ходе совещания изначальный план был пересмотрен, и все-таки решили свести двух зрителей, а не зрителей со звездами хардкора. Их, кстати, оставили в качестве секундантов и хронометриста. Ринг-анонсер сказал, цитата, что сейчас будут драться не профессионалы, а парни, которые купили билеты, и объявил о начале раунда. Правда, он сразу же и закончился нокаутом и серьезным переломом носа. Человеком, которым его оформил, был мастер спорта Республики Казахстан по боксу Ахмед Гадоборчев. Бой которого я совсем недавно смотрел на турнире «Намат». Это кулачка в шингарах. Там его, кстати, представляли как профессионального боксера, ростом 1,90 м и официальным весом 120 кг. Его профиль даже удалось найти на бокс-реке. Судя по тому, что мне рассказали зрители, парню, которому сломали нос, было 19 лет, и никаких регалий в боксе он не имел. А вот травму получил более чем серьезную, которая, скорее всего, потребует операционного вмешательства. Теперь вашему вниманию хочу предоставить интервью «Минутку» с Ахмедом. Сразу, сорри за плохой звук, брал я его на арене, а там была нереальная атмосфера. Люди кричали, топили за своих бойцов. И я еще раз напомню, что людей было около 8 тысяч. Ну и после интервью сразу же не отключайте. Там есть небольшой вывод и от меня самого, и вопрос вам. По команде стоп, останавливаемся. По углам. Поддержите парней! Такое бывает, это бои! Давайте поддержим, ребят! Я, если не ошибаюсь, я недавно видел тебя на «Намаде», правильно? Да, точно. Как вообще так получилось? Вот был такой формат «Минутка», и ты потом сказал, что ты мастер спорта по боксу. Ну и плюс я тебя видел уже в кулачных боях. На идее то как-то рефери предупредил ли соперника, что ты в ударке шаришь. Нет, я не знал, что он мне попадется, если честно. Я думал просто поработать минутку налегче. Ну, я сильно не бил. Я просто кинул и попал в нос. Если бы я вкладывался, я думаю, он бы потерял сознание. Он даже сознание не потерял. Просто точно попал не сильно. И упал он, и все. А так не было конкретной цели просто уронить человека. Просто так получилось. Ну, я как понимаю, там минус-нос, да? Ну, вроде говорят, что сломал. Ну, я думаю, он сам нарвался на удар. Я просто кинул и все. Он туда прямо на удар голову убрал. То есть у меня не было задачи его уронить тяжелый накал. Просто хотел поработать на камеру и все. А ты удивился, что дали вообще ММАшные перчатки? Просто этот формат подразумевает боксерские, наверное. Еще раз. Ты не удивился, что дали ММАшные перчатки на четыреххудцовые? Этот формат, он, наверное, подразумевает все-таки боксерские перчатки, когда люди хотят поспарринговать. Ну, честно сказать, то, что я дерусь в кулачки, мы деремся в кентусах на МАДе. И для меня как бы уже это привычно. Я даже, ну, не растерялся, ничего, думаю, нормально, раз я каждый раз дерусь в таких именно перчатках. То есть для меня это нормально было. Я никак не придал значению этому. Одел просто, думаю, поработаю, выйду. А что почувствовал, когда там восьмитысячная арена не одобрила то, что произошло? Друзья, а чем вы недовольны? Наоборот, надо земляка поддержать. А вот сейчас контракт, но тормоз подвешу. Большую разницу. А вот их не объявили, как он подвешал. Я не смотрел. Вы уже не виноват, что... Аудитория не довольна, потому что объявили, как обычного зрителя, вышел мастер спорта по боксу. Но он же не виноват, что назвали его номер. Нет. И он второй пацан, а вышел, любитель, понимаешь? Он обычный пацан, который пришел посмотреть, посмотрит зритель. И тут против него мастера спорта поставили, взяли, просто здоровье отняли. Поэтому аудитория не довольна. Как ты думаешь, что мальчик будет специально? Нет, вы не специально. Но надо было сначала... Когда он выходил, мы же не знали, что он мастер спорта по боксу, брат. Он вышел, вышел соперник. И вам сказал сразу, Первая минута до конца не закончится. Я сказал, что... Когда ты выходил против Лендруша, тебе тоже не давали даже минуты, брат. А ты три раунда с ним красивых отстоял. Так что то дело такое. Я понял, спасибо, Анкар. Мне интересно, ко мне какие вопросы. Мне просто фартануло выйти сюда. Ура! Честно сказать, я не понял, почему они свистели. Как будто бы, я не знаю, я сам что ли это придумал или это сделал я. Я понимаю, если бы я сам придумал, выбрал соперника и сказал, вот мне самого слабого. Меня просто попал мой номерок. Я вышел. И я не знал, кто мне попадется. И думал, просто выйду, поработаю. Ну, минуту. Ну, и просто, честно сказать, не было в плане, как еще раз повторюсь, его уронить. Просто он своим весом, грубо говоря, нарвался на удар и просто упал. Если бы я именно вкладывался, он бы, наверное, уснул, я думаю. Я не знаю, почему ко мне так они свистали. Может, если бы с другой стороны был бы, то, может быть, бы по-другому они уже делали. А хотел бы зацепиться вообще с хардкором как-то и тоже попасть сюда. Честно сказать, хардкор я смотрю с первых дней самого первого сезона. И мне всегда говорили, мне нужно в хардкор. С моим ударом, у меня часто, часто бывало, все мои бои практически, они проходили, большая часть нокаутирующими ударами я выиграл свои бои. И мне все говорили, надо на хардкор. Именно что это мое. Я думаю, может, они меня заметят, и как-нибудь я буду танцовать. И показывать зрелищно, сильные бои. Думаю, люди хардкора, наша аудитория будут рады. Меня видите, я буду показывать очень зрелищные, тяжелые нокауты, хорошие бои. Ну, как минимум, будут зрелищные бои. Это я всем обещаю. И напоследок, я видел, что вы потом пообщались чуть с твоим соперником сегодняшним. О чем разговор был? Я просто извинился за удар. Как бы, ну, так получилось. У меня никаких претензий нет. Это просто, ну, спорт, грубо говоря. Минуты сделали. И в любом случае неудобно было, что я нос разбил. Как бы, чтобы обид не было, я не специально, не с какой-то целью там, корыстный. Просто вышел поработать, уважение проявил и извинился за этот момент еще. Формат Минутка, который проходил до этого события, говорю именно о тех выпусках, которые видел я, был веселым и уместным. Там дрались в 16-унцовых, ну, или в 14-унцовых боксерских перчатках, а не 4-унцовых ММАшных, как в этот раз. И дрались спортсмены, которые, как мне хочется верить, проходили какое-то медицинское обследование до вот этих событий и имели какую-то страховку на руках, которая потом бы покрыла бы расходы в случае операции и там тяжелых травм. Тут же все получилось, максимально скверно и неправильно. Профессиональный атлет против юноши далекого от бокса в опасной для здоровья амуниции. Благо, не разочаровали зрителей, порадовала реакция зала, которому тоже показалось неправильным происходящее. Ну и хочется почитать, что вы думаете об этой ситуации и том, как ее можно было избежать. Пишите в комментарии. Все читаю. Не забывайте ставить лайки, ну, или дизлайки этому видео, если оно вам понравилось или же нет. До скорой встречи. Спасибо всем, кто смотрит наше видео, но мы существуем не только в YouTube формате. Настоятельно рекомендую подписаться на наш Telegram канал, где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры UFC, Bellator, RAC, PFL, OneFightNights, RCC, Niza и многое другое. Постим самые свежие анонсы из мира MMA. Также подпишитесь на наш Instagram канал, где мы проводим прямые эфиры, отвечаем на вопросы зрителей и освещаем инсайды с турниров. Еще у нас есть ВК, у нас есть еще и Дзен и много чего другого. Все ссылочки будут в описании к этому видео. Хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы нас смотрите. Каждый комментарий, каждый лайк очень для нас важен. Мы на все отвечаем, на все смотрим. Кроме того, вы можете нас поддерживать и материально. Также реквизиты у нас в описании к этому видео. Спасибо вам и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok